Коллеги, друзья, телезрители и оппоненты, поисследуем вопрос, связанный с тревогой, который по самым различным исследованиям является чуть ли не чумой, этаким бичом 21 века. Тревогу часто путают с плохим настроением. Она, да, безусловно, является и может быть триггером, источником, сопутствующим симптомом депрессии, но не всегда так. Бывает, например, смеющаяся депрессия, маскированная, там, где люди вообще ничего не чувствуют, не парятся, не тревожатся. Ну, не погружаясь совсем в терминологические хитросплетения, возьмем бытовой такой пласт, вам что-то не по себе. Вот вы, значит, переживаете, что-то крутите. Опять же, кто-то крутит эмоции, кто-то крутит мозгом, кто-то и чувствует себя плохо, и в голове мысли всякие летают. Сначала поймем, с чем это связано. Связано это с нашей физиологической такой обезьянной природой, потому что у нас в голову встроен прогностический аппарат, который постоянно просчитывает, где еда, кто нас убьет, что случится, как жить завтра. Вы, скорее всего, живете в относительно стандартных комфортных условиях. Вас защищает закон и порядок, так или иначе, если это не экваториальная Африка. У вас есть доступ к еде и воде. Вспитивание на помойке. Уже для прогностического аппарата большой вопрос. Куда гонять, куда вот это все деть, а там же мозг выделяет гигантское количество электричества, просчитывая это все. Получается, причина один. Слишком сыто, слишком комфортно. Ну, опять же, начиная с этой зимы, 23-го года, уже даже для золотого миллиарда не так сыты и комфортно, поэтому тревога уменьшается. Поэтому широко известный факт, что во время всяких катаклизмов замеряли Вторую мировую войну, пропадают эпидемии, люди практически не болеют и так далее. Такой лесной пожар, когда поджигаешь с другой стороны и не тревожишься. Но если вы не собираетесь заниматься голодной смертью, чтобы не тревожиться, идем на следующую станцию. Следующая станция связана с информационной средой, в которой мы живем, потому что, в принципе, люди более-менее уже без голода пару сот лет научились, ну, по крайней мере, значительная часть населения обходиться и прокармливать себя. Однако тревоги стало больше сейчас. Почему? Потому что наше тело и наш мозг не рассчитаны на такой объем контента, который сквозь него гонится с самыми различными сигналами-раздражителями. Если вы были обезьяны, которые спят в темноте, которые лазят по деревьям, тратят огромное количество калорий, и калорий относительно мало, и не можно потревожиться по поводу этих калорий, ну, тогда каждый раз очередная дофаминная вспышка, которая бы шла из соцсетей, вас бы так не казнила. Здесь вот мозг разогнан, употребляет информацию, и потом уже эти холостые мощности начинают, то, что по-английски называется «backfire», давать осечку, как это, отдачу. И тот аппарат, который придуман, чтобы фильтровать десятки, сотни новостей, особенно с февраля 2022 года, где, как мы говорили, информация стала оружием, он начинает лазить в других жизней, что с ребенком, что с мамой, что с мужем, что с работой. И, казалось бы, ничего особенного не происходит, но отпланировать, отпрогнозировать, погонять по поводу того, что вообще не случится. Ну, почему-то вот психология наша этим занимается. Ну и возьмем третий, финальный как бы фактор и повод из сна и простейших – это урбанизация, где человек изначально, как бы его душевная составляющая обязана быть связана с природой, природы становится мало, она заменяется некой социальной средой. Социальная среда – это великолепно, замечательно. Без нее мы были маугли. Но здесь вопрос баланса и гармонии. Следовательно, когда человек целый день палит гаджет, пум-2 потоки контента, при этом сидит, по деревьям не лазит, не плавает, и инстинкты его обезьянии спрятаны, то есть вы не воруете, не совокупляетесь под каждым кустом, то действительно крупный город он убивает. Опять же, по этому поводу есть огромное количество исследований. И как раз это убийство происходит с помощью тревоги, как вот этого избыточного мозгового электричества, тире лишние кортизолы и прочее. Ну, конечно, мужик-атомист, но достаточно талантливый, Роберт Сапольский, книжечку написал, почему у зебры нет язвы. Как раз по этой причине возник инстинкт, она побежала, вопрос решила, и все. Навалило кучу, и не надо тревожиться. Вы не можете посреди метро навалить кучу. И все, стресс-стресс-стресс накапливается, накапливается, превращается в хроническое напряжение уже телесного, мышечного и прочего генеза природы. Вот такие самые, наверное, три наипримитивнейшие столбовые причины тревоги. Этот тревог потом, опять же, переходит в самые разные симптомы болезни. Сейчас достаточно психосоматика модная, фрейд-фиксации были. То есть некие странные способы, так называемые декомпенсации, когда тревога вырывается. Ну, канонические, анальные, оральные, когда люди либо себя вот в труд загоняют, труд палкой, вот и тряпкой, ту самую полку какую-нибудь у бабушек советских было. Это модно, до чистоты все надраивать. Современные жители крупного города могут пахать там до потери пульса. То есть трудоголизм – это тоже такая форма тревожной фиксации, когда человек подает себя за деньги, ипотеку, чтобы вырваться на месяц в путешествии. Ну, бывают психопатические проявления, вот так как оральная фиксация, когда это срывы, приступы ярости, агрессии. Это тоже форма тревоги малышка, потому что взрослый человек, который в контакте со своим телом, со своими эмоциями бегать и орать не будет. Моет в голову, именно в человеческую, не придет. Как работает с этой тревогой астрология? Во-первых, профессионал вставляет схему. Как, из чего человек устроен, каковы его истинные потребности, мотивации, свойства и склонности, и как в условиях большого города, моногамной семьи, тех финансовых, недвижимостных, биологических условий, этот потенциал проявить? Пока исключений не видел, проявить можно все всегда везде. И речь не идет о полететь на Луну, купить Мазерати и прочее. Те деньги, те условия, те люди, те возможности, которые вас окружают, их всегда сполна хватает для того, чтобы проявить себя. Такой закон гравитации и отражательности. Так мир, короче, устроит. Еще с Древнего Египта условный гермес Трисмегист это знал. Так пункт 1 составили схему, картину, с чего вы состоите, какие потребности, куда их деть. Опять же, у каждого свои. Кому-то нужна семья, кому-то не нужна. Кому-то нужны деньги, кому-то не нужны. И когда вы из трафаретного болванчика, который служит урбанизацией, банковской системе, корпоративным и грегором, как инструмент общества употребления и маркетинговой экономики, вот вы вышли из этих тисков, можно сказать, уже большая часть тревоги-то пропала. Бегатня не имеет смысла, фейковые цели уже никому не нужны, не нужны и вам. Ну и прочее. Затем астролог может подкопаться и посмотреть, во-первых, есть ли тревога, куда она спрятана, из-за чего ее можно приподнять, какой она природы, гормоны, электричество, все это вместе, связано ли она с условием рождения, с перинатальным периодом, мама там что-то гоняла, когда вас вынашивала, постнатальные периоды, папа орал пьяный, когда вы только появились на свет, ну и прочее, прочее. Там, опять же, тысячи причин, которые можно скомпенсировать разными, опять же, путями. Где-то, так называемый катарсис, узнали, ну понятно. Оказывается, вам рассказывали всю жизнь, что вы любимый ребенок, но на свет-то вас и не хотели. И, ну, астролог, в принципе, за 2-3 минуты может аккуратно пояснить, ну, кому-то от этого станет легче. Где-то, ну, логические какие-то маневры, типа, хотите жить с мамой всю жизнь, оказывается, надо в 30 лет от нее съехать по законам природы. Съехали, потревожились, но потом, после всплеска, тревоги по факту стало меньше. Уже. Тоже, опять же, такая небольшая победа над собой. Но, в основном, все-таки, это более комплексный сценарий, где используются методики трансформационные, где-то действия, где-то там, проекция переноса, сублимации, контейнерирование, много всего. Целая кухня. Поэтому, собственно, вот, есть базовые руссконародные способы избавления от тревоги. Если вам в ламы обращаться к астрологу, можете использовать их. Открываете священное писание, там вот грехи. Слада страсти, очередово-чревоугодия и прочее. Сребролюбие. Все это возвращает нас к обезьяне природы. И вот по стратегии Сапольски уже тревоги нет. Ну, пожалуйста, потом перед Иисусом придется пояснять, зачем вам такой антидепрессант. Но он вас простит, я надеюсь. Бог терпел, он нам велел, в конце концов. Во-вторых, все обезьянные инстинкты, которые фрустрируются и которыми людьми движут. Помимо грехов, есть универсальный антидепрессант этиловый спирт. Правда, он растворяет эритроциты в мозговых сосудах и нервной клетке растворяет. Допустим, вариант сидеть, грызть антидепрессант или подбухивать. Обычно астрология все-таки рекомендует подбухивать. Есть раковые палочки, универсальный механизм. Когда вы поджигаете канцерогенную смолу, она попадает в ваши легкие. Если вы живете в городе, они у вас так все черные легкие, поэтому не переживайте, ничего сигаретка не добавит нового. Раковая палочка тоже такой концентратор тревоги. Но в чем отличие? Раковая палочка концентрирует тревогу ментальную, то есть у вас зудит голова, раковая палочка подожглась и все, мысли не стало. А раствор этанола, он поднимает тревогу гормональную, кортизальную. То есть, голова пустая, но просто вас трясет, непонятно почему. Иногда это комбинация пивасика и сигаретка, то есть, когда трясет и гормонально, и ментально. Вот база такая, поэтому травитесь на здоровье или обращайтесь к астрологу, уважаемые телезрители. Ссылка на запись на консультацию к нашим профессионалам будет в описании под видео.